приветствую вас уважаемые друзья сегодня хочу поделиться своим фирменным интересным рецептом по приготовлению риса сейчас буду делать довольно все просто понятно и доходчиво для этого мне понадобится лук морковь нарезанная брусочками хорошо промытый рис рис я всегда в магазине выбираю чтобы он был самый белый и промываю его наверное холодной воде 1 7 по крайней мере смотрю чтобы вода уже была прозрачная с рисом чтобы не было никакой вот этой белой пыли также мне понадобится смесь персов прованские пряные травы с морской солью такая вот приправка здесь калиандр мне очень нравится и буду использовать оливковое масло у меня так вот я делаю постоянно с чесночком очень приятный аромат приятный запах и что хочу рассказать про это блюдо можно его делать по разному кто любит сладкое можете добавлять и чернослив и курагу и яблоки можно добавлять виноград сушеный изюм то есть каждый готовит как хочет можно больше добавлять приправ можно добавлять меньше приправ кто любит поострее кто любит посоленее у каждого вкус свой готовить его можно к мясу можно есть просто как самостоятельное блюдо например кто не любит мясо можно просто приготовить его покушать с каким-либо салатом можно приготовить котлеты курицу до блюдо подходит под все ну теперь друзья начнем готовить разжигаем большое пламя берем чугунную сковородку большую глубокую и выливаем оливковое масло также можно использовать и растительное масло даем маслу хорошо прогреться и после этого будем засыпать лук и морковь высыпал друзья чеснок и вот как он только начинает желтеть высыпаем сразу лук и высыпаем равномерно морковь огонь немножко уменьшаем и начинаем прожаривать морковь с луком равномерно помешиваем несколько минут и ждем когда лук обретет желтоватый цвет и морковка начнет поджариваться морковка с луком уже подходит многие скажут что это похоже на плов но это все таки не плов без мясо я считаю это не плов а больше все таки это рисовая каша с луком и морковкой предварительно с риса слил воду и теперь аккуратненько равномерно выкладываю рис на сковороду и теперь добавляем много много приправ я люблю довольно острую пищу поэтому приправ буду добавлять много и разных после того как приправим добавляю кипяченую воду и воду рекомендую брать только кипяченую и наливаю примерно вот до такого уровня где-то две с половиной больших чашки беру пол столовой ложки соли аккуратно посыпаю рис потом аккуратно растворяем соль в воде сковорода стоит на большом огне и ждем выкипание жидкости вода выкипает рис подходит после этого накроем его крышкой и дадим ему хорошо пропарится но обязательно после того как выкипет вода сделать самый маленький огонь как видите вода уже выкипела можно накрывать крышкой ну и подождем около пяти минут после прошло 5 минут проверяем рис все хорошо равномерно готовится подождем еще около пяти семи минут прошло 7 минут и проверяем вот так вот рис рис получился рассыпчатый теперь снимем пробу чтобы он был готов вот так вот получился рис сейчас подстынет я его попробую готов он или нет все коллеги рис полностью готов выключаю газ и теперь аккуратно перемешиваю рис получился идеально на мой взгляд ничего нигде не пригорело рис хороший рассыпчатый даже стал немножко суховатый снизу просто в жиру в оливковом масле сейчас я это перемешаю закрою крышкой и пусть еще минут десять постоит и настоится вот так друзья получилось моя рисовая каша очень аппетитно и приятно от нее идет запах такая вот рассыпчатая сейчас попробую получилось очень вкусно если не верите попробуйте приготовить по моему рецепту и напишите в комментариях как вам понравилось или нет на этом друзья буду заканчивать кто не подписался подписывайтесь сейчас началась зима будет очень много интересных и вкусных рецептов всех благ вам и вашим близким спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!